Абсолютно случайно побывал в выходные на тест-драйве Вольфа. Как первое препятствие, это у нас имитация скользкого подъема. Мы сейчас наезжаем, у нас три колеса падают на ролики, и она буксовывает, и на одном колесе момент перекидывается. Он, получается, притормаживает теми колесами, которые буксуют, что ли, как на эти? Да, перекидывает момент на правое колесо. С имитацией бокового уклона. Так, следующий, это у нас диагонально вывешенный. Роман, подойди к городской комнате. Вот мы вывесились, и съезжаем. А он подвесками-то, наверное, мягко себе никак не управляет же, наверное? Нет. Он же не на подошке, хорошо? Нет, здесь бюджинная подвеска. Здесь здесь просто, получается, за счет кривенс все эти дела, да? Да. И последнее препятствие, это имитация неровной дороги. Везли по камням. Это самое интересное. Это 90-е, получается, на подушках, найду вас? Это 90-60-е, Даня, на пневме. Что это должно быть? Что это должно быть? Ну так, все равно, мягенька достаточно, надо сказать. X-90 мне не достался. Но на 40-м удалось прокатиться. Машина оказалась довольно приятной. Хоть и небольшая, но продуманная. Вообще, новый дизайн Volvo, эти все плюшки, эргономика и общий стиль, дизайн, конечно, радует. Однако не радует цена машины, которая практически приблизилась уже к Мерседесу и БМВ. Кроме того, не очень радуют моторы. Из двухлитрового алюминиевого рядника они умудряются выжимать 249 лошадиных сил благодаря двум турбинам. Стоимость каждой турбины порядка 90 тысяч рублей. То есть, под капотом, по сути, один большой расходник. 40-м указался на удивление классный багажник. Несмотря на с виду маленький кузов, он достаточно просторный. Сделано это благодаря уменьшению пространства ног задних пассажиров. В общем, все красиво, удобно, но если нет лишних денег, я бы такой машины не взял. Субтитры сделал DimaTorzok Вот я. Хочешь так же? Серьезные дамы. Они что-то в первый раз вообще проявили интерес, потому что сколько мы проходим мимо машины. Субтитры сделал DimaTorzok